Меня зовут Алексей Зубов, я из Нижнего Новгорода, мне 24 года, работаю юристом. Я вообще давно хотел ее пройти, но все время откладывал в долгий ящик. Я читал книгу «Успех» Фила, «Знаешь, что такое матрица», но так получилось, что сам не немного оказался. Однажды я попал случайно на вебинар, куда не пригласил Фил, когда был день рождения проекта веб-тренинг. Так получилось, что раньше я на вебинары не заходил, думал, что почти всегда это какая-либо замануфа. Ранее саммотивацию проходил в другом потоке мой друг, который, собственно, меня научил книгу Фила, который дал мне их почитать, которые меня многому научили. Я решил, что, может быть, пора время что-то в моей жизни. У меня и деньги тогда, в принципе, были на то, чтобы пройти саммотивацию, тем более была акция, были подарки, были другие, так скажем, техники, которые меня интересовали, другие записи кастов. Я решил, что, если не сейчас, то, возможно, и никогда. И я приобрел пакет саммотивации. Да, начал, разумеется, не сразу, но, так скажем, уже недели на второй, на третьей измене не стали происходить. Во-первых, я стал более энергичным. Я тогда еще не бегал, бегать мы стали, если не знаю память, только после четвертой недели. Но я уже тогда делал зарядку, для себя лично сжимался, качал пресс. Иногда я еще ходил в спортзал, правда, редко. Я даже еще ходил. Значит, и, в принципе, стало мышление более продуктивно. Потихоньку стала проходить больше осознанность. Но в полной мере она, наверное, еще не пришла. Но более-менее стала она проходить уже ближе к концу каста. Что у меня поменялось в жизни после саммотивации? Изменения, в первую очередь, внутренние. Внешние не так заметно, но если не будет внутренних изменений, не будет и внешних. Во-первых, это мышление. Оно стало более продуктивным. Наверное, может быть, в какой-то степени стало спокойнее внутреннее, опять же, внутреннее спокойствие. Были и уже были кое-какие внешние изменения, которых, я уверен, будет еще больше, если дальше хотя бы частично, буду использовать стратегию саммотивации. Главная стратегия саммотивации, это, на мой взгляд, даже не бег. И даже, так скажем, не дисциплина как таковая. Хотя, разумеется, все важно. Главное, это внутреннее продуктивное мышление. И в какой-то мере осознанность. Если говорить лично для меня, то какое для меня было самое яркое открытие во время саммотивации или после? Так скажем, я стал более открыт из своих желаний. Вот, приведу конкретный пример. Раньше я прошел РМС базовый. Но результаты были не такие, как я хотел. Вернее сказать, их у меня вообще не было. Это лично были мои тараканы, так скажем. А во время саммотивации меня осенило. Да я не хочу соблазнять. Я сейчас хотел бы, наверное, отношений. Возможно, когда-нибудь я захочу соблазнения. Но, так скажем, на данный момент мне хочется отношений. И я так и стараюсь сейчас во всем. Я хотел тогда получать статус адвоката. Для тех, кто не знает, объясню, что юрист-адвокат немного разные вещи. Но во время саммотивации я подумал, зачем мне оно надо. И сейчас я получение этого статуса пока отложил на неопределенное время. То есть я стал еще больше себе задавать вопрос, зачем. И я могу что-нибудь сделать без ответа на этот вопрос. Только если будет сильный эмоциональный отклик. Да, безусловно. У нас есть тусовка РМС в Нижнем Новгороде. Ребята, с которыми я общаюсь. Мы гуляем. Вместе отмечали новый 2016 год. Сейчас, правда, я не так часто с ним вижусь. Я много работаю. Но один из моих друзей с этой тусовки уже звонил. Спрашивал, стоит ли пройти саммотивацию. Я вам сказал, что однозначно. Я всем бы ее посоветовал. Каким бы ты успешным ни был. Чего бы у тебя ни было. Как бы ты ни был успешен с девочками. Как бы ты много ни зарабатывал. Нет предела совершенства. И саммотивация поможет стать еще лучше. Мой совет тем, кто еще не пролил саммотивацию. Однозначно пройти. Потому что, как я уже говорил, абсолютно успешных людей не бывает. Нет предела совершенства. Если все думаете потом, потом, да еще успею. То это значит никогда. Надо проходить при первой возможности. Я увеличил просто саммотивацию свой доход. Правда, скажу честно, благодаря еще другим тренингам. И, так скажем, в том числе и по обстоятельствам, которые вроде как только косвенно связаны. Конкретно сам я ничего лично для этого особо не делал. Но все взаимосвязано. Эти деньги, я так полагаю, окупятся. Поэтому, если у вас даже нет денег, то подумайте хорошенько, вы сможете найти. Потому что будет желание, будет возможность. Все в мире взаимосвязано. Случайно, синий случайно. Могу посоветовать несколько техник, саммотивация. Значит, какие техники? Во-первых, оружие. Очень хорошая техника. Вы можете ее, думаю, забить в интернете. Или каким-либо образом узнать во время поражения саммотивации. Она помогает более весело делать рутину. Техника вопросы. Эта техника хороша, хоть немного и надоедает. Но на первое время она очень, так скажем, необходима. Еще техника, правда, это не совсем саммотивация, но так или иначе она относится к веб-тренингу. Это самогипноза. Очень полезная техника. Я ее освоил, когда смотрел курс, видеокурс с Фила, техника эмоциональной свободы. Она помогает даже поработать некоторой зависимости, если не полностью, но хотя бы частично. Существует ли саммотивация? Вот до этого вопроса я не сомневался ни разу. Если сейчас подумать, я все-таки думаю, что существует. Что такое саммотивация? Это когда человек сам себя мотивирует. Скажу честно, что во время тренинга сам себя еще пока не мотивируешь. Мотивируют тренера и другие люди в цвет тренинга. Но они учатся мотивировать тебя самому. Чтобы потом ты себя сам мотивировал. Конечно, после саммотивации, может быть, в полной мере уже так не все будут работать. Призвольте честно, я не так в полной мере работаю. Но все равно что-то остается. И так или иначе, результат будет лучшим. Хочу для примера привести по поводу, как таковой саммотивации, недавний диалог. Я общался с одной женщиной пожилой, которая выросла в Советском Союзе. У нас был разговор по поводу разных эпох, разности поколений. На что он сказал, что их поколение со временем очень много работало. На что я ответил, что я тоже много работаю. Он сказал, что вот я такой молодец работаю, а сколько других таких. Я говорю, что работать по принуждению, даже по страхам уголовного ответственности, может быть дурак. А попробуй сам работать, когда тебя никто не заставляет. Это намного сложнее и намного продуктивнее и полезнее. Вот это и есть саммотивация, как ее пример. И то же самое может быть в любых других отраслях жизни. Захотел – сделал. Я могу сказать, что я стал другим человеком. Правда, скажу честно, что это не только благодаря саммотивации, потому что я прошел после саммотивации еще один тренинг. Но все взаимосвязано, оно накладывается на другое. Конечно, есть еще над чем поработать, но результат достаточно серьезный. И со стороны тоже уже некоторые люди об этом говорили. Я доволен. Во-первых, хотел бы Фила, Лешу и всех редакторов саммотивации поблагодарить за один из лучших тренингов, за достаточно сильный тренинг. По поводу советов я вот так вот сразу не скажу. В принципе, у меня время прохождения все устраивало. Самая большая жесть была, когда я проходил двухнедельный каст, который дал Леша, где не знаешь, успеешь, не успеешь. Но без этого было бы нельзя, потому что я так понял, что и сама судьба была бы приема на Цейноте. Значит, самое трудное во время прохождения для меня было задание на практику духовной силы. Я этой кибодачи думал не сделал. Я перебрал все, что делать. Мне еще первый раз не зачли. Я его переделывал. Мне было очень тяжело. Но еще для меня было сложно, было задание поиграть с ребенком. Играть с ребенком было несложно. Мне было сложно ребенка найти. Я боялся, что я ребенка не смогу найти. Хорошо, что помогла коллега, дала мне поиграть со своим сыном. За что и спасибо. Всем, кто проходит сейчас санктивацию, будет ее проходить. Звучит банально, то же самое говорили мне. Выполняйте все задания. В этом, на самом деле, нет ничего сложного. И при этом старайтесь не забивать на рутину. Скажу честно, я на рутину иногда забивал. Правда, я это делал, чтобы выполнить в первую очередь основные задания. Но если вы сделаете все, то вы потом сами себе скажете спасибо. И результат у вас будет намного лучше. И если уж не все сможете делать, не всю рутину после окончания, то обязательно оставьте то, что будете делать хотя бы частично. Как это сделал я. Что изменилось после самым мотивацией в моей жизни? У меня были следующие достижения. Первое. Я сбросил 10 килограмм. Конечно, я сейчас снова немножко набрал, но я займусь этим вопросом. До Нового года, думаю, у меня еще есть время. Второй момент. Я стал более продуктивно и более, так скажем, конкретно мыслить. При этом не забывая и про вселенское мышление, так скажем, о котором у меня научили в другом тренинге. Но Фил об этом тоже частично говорит. Третий момент, тоже достаточно важный. Я стал более разбираться в себе. Понял, что мне надо, что не надо. Как я уже говорил, у меня была, так скажем, немного навязанная цель по соблазнению. У меня было такое. Ты там, мужик, ты должен там чпохнуть как можно больше девок. Ты там должен чпохнуть как минимум 100 девок за свою жизнь. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я подумал, что это, конечно, все здорово. Но сейчас, в данный момент, я бы хотел отношений. А там дальше как получится. Захочу соблазнить, буду соблазнять. Захочу отношений, буду отношений заводить. И так далее, и так далее. Также я, как уже тоже говорил, хотел стать адвокатом. В настоящий момент я работаю юристом в одной фирме, а также занимаюсь частным, правильно, как юрист параллельно. Я решил, что пока мне осталось адвокат, они к чему, почему висеть не будут. Свои профессиональные заморочки. Кто в этой сфере близок, тот, думаю, догадывается. А также у меня, так скажем, как я уже говорил, поминал смышление. Пришел что-либо делать, я стараюсь ответить на вопрос. А зачем? Раньше я думал купить машину и переживал, что у меня машины нет. Сейчас я, видя какие пробки, нижнемого, разуме, у нас тоже есть. Какая сейчас дорогая страховка. И со штрафами сейчас стало бороться сложнее. Поэтому я думаю, нафиг оно мне надо. Но когда мне машина действительно нужна будет для дела, тогда я ее приобрету. Всем успеха и всем удачи. И спасибо всем, кто принимал участие в создании проекта «Вебтренинг» и о тренингах. Филу, Леше, всем, кто организовал этот тренинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова